У нас с вами сегодня очень много работы, потому что посмотрите на эти чеки, и их тут два, на самом деле. Обо всем об этом я сегодня хочу вам рассказать, поэтому запасайтесь терпением и давайте приступать. Начну, наверное, с самой актуальной вещи, потому что сейчас лето, и очень многие меня об этом спрашивали, когда я об этом упомянула. Я заказала купальник Фаберлик, сейчас покажу вам верх. Я заказала вот такой вот бандо, которое как бы сверху еще есть такие шнурочки, можно их завязать просто здесь на бантик, но я люблю их вот так вот вокруг шеи завязывать. И, собственно, сам верх, и вот так вот выглядит низ, вот это конкретно S размер. Из плюсов, очень хорошее действительно качество, я не ожидала, что будет настолько хорошим, потому что у меня купальники, которые я люблю носить, они в основном от Victoria's Secret. Мне очень нравится, как они выглядят на теле, как они подчеркивают все достоинства, где-то скрывают недостатки. В общем-то, они это делать умеют, и поэтому, соответственно, и стоят. Этот я тоже ношу наравне с ними. Единственное, его минус, который выдает то, что это, возможно, не очень какой-то люксовый премиум бренд, это то, что он вот в этой вот части врезается, вот конкретно вверх. И получается здесь вот такая вот, знаете, как складка, вот такая, не знаю, как это показать. Ну, короче говоря, такая не очень симпатичная, да, то есть он вверх вот здесь вот врезается. Более дорогие модели, они всегда выглядят более такими пушапными, да, то есть наоборот, в этой части все так довольно гладко получается. Вот этот его единственный косяк, и конкретно на мне, если у вас грудь больше, то у вас, скорее всего, этой проблемы не будет. Что касается его низа, то, опять-таки, здесь единственное, к чему я могу придраться, это то, что, может быть, не совсем сильно современная модель, потому что очень высокая вот эта вот часть. То есть сейчас модно либо совсем уже высокая, да, детали там, как под 60-е, либо довольно низкая. Но это решается тем, что здесь вот сбоку есть завязки, и можно совсем туго завязать, вот сейчас вот здесь вот на максимуме, но если совсем туго завязать, получается более такая современная модель, то есть более низкие вот эти вот плавки получаются снизу. Мне конкретно вот так вот больше нравится. Ну, это как бы у каждого свои предпочтения. То, что, конечно же, относится тоже к лету, это средства SPF. У меня две штуки, я уже заказываю это, кстати, повторно. У меня спрей солнцезащитный SPF 15 есть, вот такой вот в форме спрея. И также у них почему-то только в детской линейке идет SPF защита 30. По-моему, это самая высокая. У них была когда-то 50 SPF защита, но они ее то ли сняли с производства, то ли ее не было в наличии, я уж точно не помню. Ну, короче говоря, я заказываю вот такой вот детский, и когда иду в более такое активное солнце, то тогда наношу SPF 30. Когда иду совсем-совсем с утра, там в 7 часов утра, например, на пляж, то тогда мне вполне хватает SPF 15. Вообще вот этот вот со спреем просто офигенный, потому что им очень легко наносить, им так пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш. И все, быстренько это все размазал. По себе очень быстро впитывается, не оставляет вот такой вот противной гадкой пленки SPF. Вот эта штука уже более такая насыщенная, плотная текстура, поэтому как бы да, пока размажешь, пока оно впитается, белый налет все равно видно. Теперь давайте пройдемся по новинкам, которые я заметила в новых каталогах Faberlic. Первая новинка это то, что они выпустили свою версию бьюти-блендера, точно не знаю, как он называется, просто как бы спонж там какой-то, в общем-то у них это называется. Идет он вот в такой вот упаковке, сейчас он влажный, потому что я им наносила тональную основу, и когда он влажный, он увеличивается. Вообще он идет вот в такой вот коробочке, и видите, он в коробочку не влазит, то есть когда он сухой, он отлично влазит в эту коробочку, то есть становится значительно меньше. В общем-то, что могу сказать по поводу этого спонжа, мне он по прямому назначению не понравился, он твердый, он упругий, и когда им наносишь тональную основу, ну, откровенно говоря, до бьюти-блендера ему очень далеко, потому что он, ну, слишком такой твердый, и прям так, конечно, неприятно себя бить по лицу этим спонжем. Но, но, мне он понравился для другого назначения, а именно для нанесения пудры. По технике запекания тональной основы, или просто, даже не запекания, а просто нанесения пудры, влажный спонж макаю в рассыпчатую пудру, наношу куда-то, куда мне нужно на лицо, и вот эта пудра просто растворяется на моем лице, вот с помощью этого спонжа, очень классно. Для нанесения тональной основы, все-таки у меня остается фаворитом их обычные, типичные спонжи, такие вот как треугольнички, абсолютно базовая вещь, но в то же время треугольнички очень мягкие, и намного меньше впитывают тоже в себя продукта, долго служат, в общем-то, отличная штука. Теперь расскажу вам про одну вещь, которая сразу стала же моим фаворитом. Признаюсь вам честно, я уже очень давно так сильно не влюблялась в какие-то продукты, и сейчас я говорю о вот таком вот средстве, это тональный крем для ног, у них это позиционируется так. Офигенная просто штука, потому что я приобрела его в начале лета, когда я еще была просто белого цвета, даже синего, наверное, скорее цвета, и когда я надевала какие-то платья, юбки, ноги, конечно, выглядели ужасно, и вот эта вот штука, она наносится на ноги, распределяется, очень легко растушевывается, придает им такой вот эффект реально красивого, дорогого загара, немножко он так вот как переливается, знаете, как в рекламах всяких разных бритв женских, вот так вот выглядят ноги, очень классно. Сначала может показаться, что он имеет вот такой вот красный выраженный подтон, то есть вот такой таркотовый, но потом он как-то с моими ногами растушевывается, как-то сглаживается, пигмент подстраивается под кожу моих ног, очень-очень классно выглядит. Я заказала, откровенно говоря, еще две упаковки себе, потому что я пользуюсь им постоянно. Он тоже водостойкий, то есть если я просто пойду на пляж, он с меня не слезет. Ну и естественно, когда принимаешь душ, то с мылом, с гелями для душа, это все сразу смывается с ног. Заказала тоже в Фаберлике средства по уходу, очень давно я ничего там не заказывала, но это конкретно линейка не Фаберлик, а линейка, как же она называется, Сенгара. Вот так вот выглядит. Это, как можно сказать, не знаю, премиум, наверное, линейка, но стоит она значительно дороже, чем любые средства Фаберлик. У меня уже когда-то был похожий крем под глаза, мне он понравился, у меня не осталось о нем никаких негативных впечатлений, поэтому я заказала вот этот, конкретно вот этот глазной контур омолаживающий с пептидом 173. И он здесь написано, что питает, снижает проявление отечности, возрастных проявлений, выравнивает цвет кожи глазного контура. Ну, в принципе, все то, что мне нужно. У меня кожа очень сохнет, я вообще, я абсолютно нетипичный человек, все сейчас жалуются, что косметика плывет, что кожа очень жирнится, и все выглядит, как такой вот масляный блин. У меня все наоборот, у меня летом все высыхает полностью. Это из-за того, что я часто бываю на море, кожа очень сильно сохнет, и кожа лица, и кожа тела, и кожа ног, в общем-то, вся кожа у меня просто как в пустыне. И вот такой вот крем пока очень хорошо справляется, я полностью пока им довольна, посмотрим, что будет дальше. И также взяла еще вот такой вот гель, это гель для лица и шеи, очень сильное увлажнение, интенсивное увлажнение он называется, и восстанавливает и поддерживает естественный водный баланс, наполняет кожу оживительной влагой, смягчает, освежает, делает ее бархатистой, упругой. Это сугубо такой вот легкий увлажняющий гель, и с этим утверждением я полностью согласна, потому что он действительно очень легкий. Я его наношу сначала так вот между пальцами, и потом вот так вот уже по всему лицу и по шее, очень быстро впитывается, и такое впечатление действительно, что там есть какие-то или сферы, или что-то воды, которые вот сразу питают кожу именно влагой. Очень классное средство после пляжа, утром, вечером, неважно когда, очень классное средство, мне очень понравилось, и что самое приятное, у меня нет никаких там нетипичных высыпаний после него, поэтому крем не подошел. Еще тоже заказала их новинку, это Faberlic Airstream легендарный кислород, экспресс-действию и спрей лед для лица. Я сначала относилась к этому скептически, но я хотела заказать какие-то новинки для того, чтобы протестировать их и рассказать, собственно, своим зрителям. На удивление мне очень понравился этот спрей лед, он работает как типичные, я не знаю, бьюти-водички любых других брендов, то есть вы вот так вот распыляете на свое лицо, и, кстати, распылитель здесь тоже качественный, вот смотрите, будет видно, нет, не видно. Ну, короче говоря, это не такая струя, да, которая просто вам намочит часть лица, а именно действительно это хорошо распыляется по лицу. Момент вот этот вот холодка на лице держится не очень долго, то есть буквально, может, минут пять вы его будете ощущать у себя на лице, потом он проходит, но так как летом мы очень много используем разных пудр для закрепления макияжа, чтобы ничего там лишний раз не блестело, все держалось, вот такая вот штука очень классно работает в плане блендера, который пудру вместе с тональным средством и с там румяными, и со всем, 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 что у вас есть на лице, это все как смешивается и вплавляется в ваше лицо, то есть становится более такой натуральный, красивый финиш у вас на лице. Вот это классная штука для таких вот случаев. Еще одну новинку я заказала, это Фаберлик бальзам филер для губ, мгновенный объем. Это такой вот, по сути, как бы прозрачный блеск для губ. Конкретно вот почему его называли филер, я не знаю. У меня есть такая небольшая теория, я сейчас вам о ней расскажу. То есть, в принципе, это очень приятный, прозрачный, гелевый блеск для губ. Он не липкий, он именно такой гелевый. И в чем его фишка? Это в том, что вы его можете наносить на губы, если они у вас сохнут. У меня, опять-таки, та же проблема, вернемся к моей проблеме сухости кожи, губы очень сильно сохнут. И если я не хочу красить губы помадой или какими-то средствами, я могу просто вот так вот с усилием, такими массажными движениями пройтись аппликатором по губам. И действительно, это распрямляет губы, заполняет, возможно, какие-то вот эти вот морщинки, выравнивает текстуру, то есть губы становятся более красивые, как будто более напитанные. И я думаю, что именно из-за этого они его назвали филер. Но это не то средство, которое вы наносите на губы, оно начинает щипать, приливает кровь губам, и они кажутся как бы объемными. Он абсолютно не щипит, никакого такого проявления нет. На мой взгляд, это средство лучше всего работает просто на своих естественных губах, даже не поверх помад, вот сугубо на своих губах. Дальше тоже заказала я два очень питательных средства. Первое это интенсивное питание для сухой и склонной к сухости кожи, крем для рук. Вот это мой самый любимый на данный момент крем для рук из линейки Фаберлик вообще в целом. Очень классно питает, вот буквально сразу чувствуется вот такой вот хороший, такой вот маслянистый напитанный эффект на руках. Мне очень нравится. И тоже решила попробовать новую их линейку бальзамов и всяких там кремов для ног. Я заказала бальзам для ног, бальзам для усталых ног, охлаждение и релаксация. Блин, я сегодня вообще разговаривать не могу, постоянно запинаюсь. В общем-то я взяла себе именно вариант бальзама и поставила это на прикроватную тумбочку и взяла себе за правило каждый вечер, ну вернее на ночь обязательно наносить его на ноги и посмотреть, что будет. Потому что опять-таки из-за постоянного пляжа песок очень сильно высушивает мои ноги. Вот прям очень сильно. У меня пятки начинают, мало того, что они сухие, они начинают, ну не то чтобы шелушиться, они начинают вот именно так сжиматься, вот так вот скрючиваться, и даже появляются такие как мелкие трещинки, не серьезные такие трещины, которые болят, а вот такие мелкие противные трещинки, которые очень некрасиво просто смотрятся на ногах. И я каждый день шлифую ноги сначала, а потом на ночь наношу вот этот вот крем, посмотрим поможет или нет. Пока, ну, что я вам хочу сказать, ну так, не сильно пока вижу такой прям глобальный результат, но посмотрим, что будет дальше. Так, поехали дальше. Еще покажу вам два средства. Одно люблю, второе вот просто ненавижу. То, которое я люблю, покажу сначала, наверное, это средство для экспресс-удаления лака с ногтей. Конкретно, которое я люблю, это вот это вот с фиолетовой такой вот упаковочкой, называется оно экспресс-средство для удаления лака без ацетона. Очень классная штука. Вот я думаю, вы знаете, как оно работает. То есть здесь вот такой вот смодж, вы туда палец засовываете, делаете вот такие как бы неоднозначные движения, и очень быстро лак с ваших ногтей снимается. Есть у них еще вот такая вот штука в черной упаковке, и это просто какой-то кошмар. Я не знаю, может быть, я что-то не понимаю. В целом, как бы мне продукция Фаберлик в основном нравится, и я как бы ничего не могу сказать. Но вот эта штука, я вообще не поняла, что она делает, потому что, ну, в принципе, выглядит точно так же. Там такой же спонж. Но когда начинаешь делать вот эти вот движения, оно начинает очень сильно мылиться. Очень сильно. Появляется столько много пены вокруг. Вот вы видите, да, упаковка у меня вся стертая. То есть все надписи отлично смывают, а лак с ногтей вообще не снимает. Я не знаю, я по несколько минут вот так вот каждый ноготь пыталась снять. В итоге у меня по всему столу была пена, у меня по всей вот этой упаковке была пена. На столе у меня выяло, оно кусочек, знаете, как оно, краски, не краски, ну, короче, след оно оставило. Вот здесь вот оно все стерло, а ногти оно мне не стерло, поэтому вообще никогда больше не буду это заказывать. И вот своим друзьям, подписчикам тоже не советую. Что мне понравилось, давайте опять перейдем на такую более позитивную ноту. У них появились вот такие вот новые патчи под глаза. Называется эта штука «Кислородный расшейпинг против провисания кожи век». Укрепляющая маска-патч для кожи век. Понравилась. Я пока пользовалась только один раз. Ну, маска-патч, она должна как бы давать мгновенный эффект, поэтому как бы я сужу по тому, как я в прошлый раз ей пользовалась. Неплохо, очень классно она держится. Вот так вот прилепила я ее, где-то с полчаса, наверное, походила с ней. И после этого кожа, ну, я не могу сказать, что прям, ну, вообще так уже разгладилась, что просто бегите и покупайте. Нет, ну, очень приятная, такая вот увлажненная была, увлажненная кожа была. И учитывая этот факт, что у меня кожа стала очень сухая в последнее время, опять-таки, за лето, у меня вот эти вот мимические морщины под глазами начали сильнее проявляться. И вот эта штука, она хорошо питает эту кожу и распрямляет вот эти вот мимические морщины. С такими уже серьезными морщинами она ничего не сделает, скорее всего, я не знаю, скорее всего ничего не сделает. Но если вам нужно экспресс-увлажнение, то вот это хороший вариант. Еще одна тоже классная штука, наконец-то я попала на именно классную зубную пасту. Это новая их зубная паста, называется она Экстра Свежесть. Вот в таком вот тюбике она идет. Очень классная зубная паста. Я уже столько перепробовала у них разных серий и даже там апельсиновую покупала и просто обычные ментоловые покупала. Но вот это вот реально классно. Мне очень понравилось, с удовольствием чищу зубы этой пастой и вообще ничего плохого не сказать не могу. Заказала тоже я еще два средства для удаления макияжа. Это еще полностью запечатано, я даже не пользовалась, но у меня в ванной стоит еще там чуть-чуть осталось добить. Значит, вот это мицеллярная вода Пролексир с гиалуроновой кислотой. Я заказываю именно ее, потому что здесь написано с гиалуроновой кислотой и я снимаю макияж именно с лица. Вот этим вот средством. С глаз я не смываю макияж, потому что глаза очень щипят от него. Но с лица очень даже неплохо смывает макияж и хочется себя тешить мыслью, что вот эта гиалуроновая кислота это не просто надпись, ну может быть хотя бы хоть что-то она мне сделает дополнительно для лица, то есть какой-то может эффект, я не знаю, тоника или что-то такое. И с глаз я снимаю, вот если у меня насыщенный макияж глаз, с глаз я снимаю макияж вот этой вот двуспазной вот штукой. Это средство для снятия макияжа с глаз. Вот так оно и есть. Подходит для чувствительной кожи вокруг глаз. Очень неплохо. Действительно вот эта маслянистая текстура очень быстро смывает любой макияж. Если я делаю что-то более насыщенное, то отлично это работает. У меня здесь осталось еще буквально несколько продуктов, поэтому еще немножко меня потерпите. Как обычно я заказала мыло, обычное такое брусочное мыло, ароматная земляника. Ароматную землянику, линейку я обожаю. У меня сейчас гель для душа, ароматная земляника. Очень классная штука. Очень вкусно пахнет. Ну, как бы как гель для душа. Ну, что от него еще можно хотеть, кроме того, чтобы он мылился. Ничего, в принципе. Поэтому мылится нормально, но запах этот очень классный. Еще тоже взяла вот такую вот штуку. Это... Что это, как это назвать? Флакон для разведения. Короче говоря, если проще, это банка с распылителем. И, как вы думаете, для чего я ее заказала? Я сюда налила подсолнечное масло. И для того, чтобы меньше его использовать в готовке, я на сковороду вот так пару раз делаю. И таким образом у меня расход получается гораздо меньше. Масло, в принципе, вредно использовать для жарки. Поэтому, как бы, чем меньше вы его используете, тем лучше. Поэтому я вот конкретно для этих целей взяла. И мне очень нравится. Оно равномерно покрывает сковороду. И в то же время его не нужно прям лить. Тоже я взяла вот такие вот штуки. Сейчас их уже, кстати, тут нет. Они уже у меня в холодильнике. Это шарики для устранения запаха в холодильнике. Я уже заказывала такие где-то, может, год назад, где-то так. Они уже перестали действовать. И после того, как я попробовала их первый раз, я поняла, что мне их обязательно нужно. Потому что холодильник это такая штуковина, где, ну, когда-то иногда бывают запахи не очень приятные, а вот это очень быстро их впитывает. Тут, по-моему, если я не ошибаюсь, активированный уголь в середине или что-то такое. Ну, реально запаха нет. Бывает иногда открываешь чей-то холодильник, и там уж такой ароматец как бы тебя обдает. Вот, слава богу, у меня такого нет. Несколько средств для дома у меня осталось. Вот это относительно их новинка. Универсальный жидкий спрей-пятновыводитель. Мне понравилась эта штука. Я конкретно перед тем, как закинуть в ее стиральную машину, осматриваю. Если где-то есть какие-то пятнышки, чик-чик-чик, быстренько обработала, и в стиральную машину, и достаю, когда в 90% случаев пятен нет. Если какие-то уже очень вредные пятна, то можно вот это средство отдельно нанести, оставить, потом там уже как бы ручками его немножко повыводить. Но это уже очень вредные такие вот штуки, которые вот не выводятся вот какими-то более легкими способами. И также я заказала еще тоже относительно их новинка. Ультракондиционер для белья, но этот конкретно яркость и белизна. То есть он подходит и для ярких вещей, то есть цветных вещей, и для белых. Я его использую конкретно для белых вещей. Не знаю, становятся они от него белее. Ну, мягкие, приятные, в общем-то, никаких придирок у меня к этому средству нет. И взяла на пробу их жидкий порошок для цветного белья. Это новая, я так понимаю, формулировка, потому что они сняли с производства старые. И правильно, потому что старые стали такие не очень, я их перестала заказывать, и долгое время, ну как долгое время, где-то, наверное, с полгода я покупала в супермаркетах гель для стирки. И сейчас же я взяла вот эту обновленную версию. Ну, посмотрим, я пока не пользовалась, ничего сказать вам не могу, посмотрим. Вроде как по отзывам говорят, что лучше стало. Вот это средство я покупаю постоянно. Это средство для чистки духовок и плит. У меня плита, варочная вот эта поверхность, из нержавейки. И я ее ненавижу, просто всем сердцем я ее ненавижу, потому что ее очень трудно держать именно в таком вот чистом состоянии. Любая капля, любой развод, любой, не знаю, любой брызг жира, это превращается просто в отвратительное зрелище. И вот эта штука очень классно с этим справляется. Если плита уже загаженная, такая откровенно говоря, я просто ее заливаю этим средством и оставляю на полчаса, делаю там уборку в других частях дома. И потом возвращаюсь к плите, вот просто тряпочкой вот так вот все протерла. И все, она в идеальном состоянии, плита. И оно работает какое-то время. То есть какое-то время, если опять появляются пятна, достаточно просто вот так вот легко протереть. И вот этих разводов, у кого, короче, не ржавейка, тут меня поймет. Вот этих разводов нет, и их легко убрать. Ну, в общем-то, как-то так. Рассказала я обо всех новинках, которые у меня появились из Фаберлик. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Если так и было, обязательно поставьте мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!